История его жизни История его жизни Почтенные буржуа по фамилии Сирану нарекли своего сына Савиньеном. Приставка «Де Бержерак» появилась рядом с фамилией Сирану гораздо позднее. Право на нее давали два поместья, купленные дедом у горянской семьи в Бержерак. После окончания коллежа при Парижском университете, Савиньен Сирану, прославившийся участием в многочисленных дуэлях, выступил на службу в Королевскую партию. Он мечтал о блестящей военной карьере, но два ранения, полученные на полях сражений, вынудили его ботать в отставку. 22-летний ветеран вернулся в Париж. Друзья посоветовали ему обзавестись высоким украинителем. Однако гордец Сирану отказался, заявив, что готов служить Франции, но не ее вельможа. Он сменил шпагу на перо и занялся сочинительством. Печатные книги в то время были еще редкостью, поэтому в рукописи своих сочинений все равно распространял своих друзей и знакомых. Особой популярностью пользовались его так называемые «мазаринат» – сатирические стихи, высмеивающие кардинала мазарина. В 1645 году с Бержераком произошел таинственный случай. Он исчез из Парижа и вернулся только через несколько недель, бледный, осунувшийся, с передевшими волосами. Сирану никому не говорил о том, где он был, но друзья с удивлением отмечали, что от дерзкого поэта-дуэлянта, которого они знали, ничего не осталось. Забыв о веселых пирушках, Бержерак засел за книги, с поразительным упорством поглощая труды по философии, естествознанию, алхимии. Некоторые исследователи полагают, что причиной загадочного исчезновения Бержерака была дурная болезнь, весьма распространенная в то время в Париже. Сохранилась долговая расписка, данная сирану парижскому врачу Эли Пигу за лечение и избавление от тайной болезни. Однако название болезни в расписке не было указано. Есть и другие версии, объясняющие перемены в характере Бержерака. По одной из них, на путь истины его наставили друзья Розенкрейцевой. Могущественному и таинственному ордену приписывали не только обладание древними тайными знаниями, но и знакомство с инопланетными цивилизациями. В 1646 году в Париже с успехом прошел премьерный показ спектакля по пьесе Бержерака «Одураченный педант». Сирано стал знаменитостью. Парижане с удовольствием цитировали остроумные фразы, которых в пьесе было великое множество. Однако на толщину кошелька Сирано слава никак не повлияла. Долги поэта росли быстрее его доходов. Терпя нужду, но по-прежнему отказываясь от покровительства богатых аристократов, Сирано несколько лет работал над книгой под названием «Другой мир» или «Государство и империи Луны». Когда в 1650 году рукопись наконец вышла в свет, парижане, ожидавшие увидеть очередную комедию, были поражены. В романе описывалось удивительное путешествие на Луну. «Держерак» говорил о неравномерном течении времени на Земле и в космосе, о множественности Вселенных и существовании инопланетных разумных существ. Он не только подробно описал трехступенчатую космическую ракету, но и ощущения, возникающие в состоянии невесомости. С какого источника «Держерак» черпал информацию, по сей день неизвестно. Но современникам поэта она казалась недорядной. Роман «Другой мир» принес автору известность. Но слава не сопровождалась финансовым успехом. «Держераку» ничего не оставалось, как принять покровительство герцога Дарпажона и превратиться в дворного поэта. Однажды вечером, когда Сирана возвращался домой, с верхнего этажа строящегося здания на него упала балка. Было ли это случайностью или покушением на жизнь поэта, так и осталось станет. «Держерак» выжил, но герцог Дарпажон отказал ему в покровительстве, и тяжело больному поэту пришлось скитаться по наемным квартирам. 28 июля 1655 года Сиранода «Держерак» скончался. После смерти поэта о его пьесах, как и о нем самом, постепенно забыли. Но в 1697 году в Парижском театре «Порсен-Мартен» была поставлена пьеса Эдмона Рустана, главным героем которой был Дебержерак. После окончания спектакля в зале долго не смолкал гром аплодисментов и восторженные крики зрителей «Браво!» Так началась вторая жизнь парижского мечтателя, дуэлянта и поэта Савиньена Сирано де Бержерако. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова